Добрый день дорогие братья и сестры. Продолжу серию публикаций о женщинах, о стыдливости и о современном обществе. Может быть кому-то это и будет интересно. А если интересно, подписывайся на мой канал. Все ролики идут с продолжением. И стараюсь делать короткие ролики доступным языком, чтобы люди успевали посмотреть, послушать. В принципе можно слушать и не смотря, и смотреть не слушая. Стараюсь закладывать красиво видо острова Корфу, Святой Горой Афон и других интересных мест. Ведь в окружающем нас мироздании Господь премудро определил каждую вещь и свое место. Поэтому мироздание ценно и гармонично. Так и в семье каждый из супругов имеет свое место и назначение. Ты привыкла к тому, что тебя сейчас окружает, но ведь в настоящее время многие понятия смещены и искажены. Искажение внешнего вида, мужская одежда, короткие волосы, мужская стрижка, штаны, разрушительно влияет на внутренний облик женщины. Джинсы, кроссовки, майка, точно такая же как у мужчины. И это ведет в свою очередь к ссорам и устроиться в нарушении мира и правильного естественного положения супругов в семье. И женщины постоянно бьются за справедливость, равноправие. И делом непозволительным обещанием является то, что часто современная женщина одевается в мужскую одежду. Между тем, шестьдеторым правилом Шестого Вселенского Собора святые отцы строго определяют. Никакому мужу наделаться в женскую одежду, не жене в одежду мужа свойственную. Нарушающие это правило, миряне отлучаются от общения церковного. И несмотря на то, что это комфортно и удобно, но правила есть правила. Правила никто не отменял, даже как и Евангелие. И женщина не должна стричь свои волосы. Святой апостол Павел говорит, что если женщина растит волосы, для нее это честь. 1 Коринфянам 11.15 Женщина должна покрывать свою голову. Всякая женщина, с ним не покрыта голова, повстажает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. 1 Коринфянам 11.5 О значении головного покрова для женщин святой апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 11 глава 8-10 стихи. Но я живу в Греции, здесь не принято ходить женщин с покрытой головой. И этому есть основание. Когда турки захватили Грецию, где 400 лет властвовали и управляли всей страной, женщины видели турчана, ходячих в пинжабах, в головных уборах, покрытой головой, и в церкви, и в магазин, и на базар, и в других местах, где они срывали себе платки, топтали их ногами и говорили, мы не турки, а мы греки. И до сих пор в Греции женщина ходит с непокрытой головой в церкви. Но это историческая особенность турецкого владычества над Грецией. Также то, что они очень таким коротким крестом крестятся, маленьким на передней части груди, на верхней части груди, так крест быстренький делают. Тоже 400 лет им отрубали руки, когда видели, что человек крестится, им отрубали руки. И чтобы продолжать креститься и скрыть от окружающих, они старались делать, как почесываются, как легкие взмахи такие, руки, чтобы не успели заметить, но они продолжали оставаться ортодоксальными христианами. Характерно то, что до Октябрьского переворота 1017 года женщины в общественных местах были всегда с покрытой головой. Следует заметить, что духовно-рагосственное падение женщины активно началось с 20-х годов 20-го столетия, когда начали упраздняться и выходить из употребления головного убора благопристойная одежда, и появилась свобода половых отношений и все прочее, чем есть ролики на моем канале, на которые рекомендую подписаться, о Октябрьском перевороте, о наследственности и о многих других делах, что вытворяли большевики, и с церковью, и с русским народом, «Легион, имя тебе» и другие ролики, что можно найти на моем канале, кто рекомендую опять подписаться, простите за повторение. И также будет известна уже нашла свидетельство новой истории. Жизнь святой мученицы Арефы 6 ноября повествуется следующее. В VI веке в прождестве Христовом нечестивый царь Дунаан обманом захватил крестьянский город Негран в Аравии и потребовал от жителей отречься от веры в Христа Бога. Христиане отвергли нечестивые требования. Среди жителей города была молодая знатная вдова-христианка. Дунаан повелел снять на головной обор и с распущенными волосами водить ее по городу. Время шествия ее по городу с обнаженной головой, взиравши на нее, женщины сочувственно плакали. Таким образом, видишь, даже обнажение головы для женщины раньше являлось позорным и бесчестием. В наше же несчастное время современная женщина воспринимает головной платок, кстати, так вот соломудривающая женщина, как предмет мракобесия и фанатизма. Очевидно, ты боишься, что если покроешь голову платком, всем откроется, что ты христианкой ходишь в церковь. И как я рассказывал в одном из своих роликов, ребята, молодые, парень с девушкой сняли квартиру, поставили иконы, позвали священника освятить ее и жили там, и позвали друзей с работы прийти к ним в квартиру, в гости. Пришли друзья, такие же молодые, веселые, и говорят, ну что, у старушки церковь квартиру снимаете, вон на комнате стоят. И сейчас молодежи очень негативно к этому относятся, а еще когда жили за полярным кругом в монастыре Теревонопеченском, это было примерно 2010-2014 год, ездили в Норвегию охранять прихожан прихода православных, и в Норвегии дети, кто носил крестики нательные, к ним уже относились к огунственно-всталым, к таким людям, которые живут в прошлом веке, к анахаретам, и к родителям, и к их знать, что ходят в церкви, тоже так, отношение было очень негативное. Но, разве кто боится исповедовать Господа, как Господь Евангелие говорит, то отречется от меня в мире, от того я отрекусь. Господь исповедуется перед ангелами Божьими, тех, кто исповедует его перед людьми, от Руки 12.8, а те, кто отвергается его перед людьми, то отвергнут будет дым перед ангелами Божьими, от Луки 12.9. Поразительное стремление современной женщины к обнажению. Сейчас женщина прибегает к одежде того, чтобы не столько прикрыть свою наготу, сколько наоборот обнаружили ее. Одежда женщина часто и снова прозрачна, или явно выделяет форму тела. И здесь, на Корфу, где я живу, в мочице для Спиридона, и в храм ходят в шортах, которые по размеру меньше, чем обычные трусы, и декольте такое, что все вываливает с открытыми животами, руками. И приходится в самое жаркое место убегать на Святую Гору Афон помолиться, что здесь же невозможно находиться. Не говоря про пляжи и берега моря, по городу невозможно находиться сплошное полуголое тело, две узкие полоски ткани и сплошное обнаженное тело. И ведь в последнее время уже с ранней юности девица теряет естественную стыдливость женского пола, усваивая добрая жизнь в свойственном мужчине, стремится к крайней самостоятельности, теряет девственную чистоту, спокойно, без головного, без напряжения, и не понимает даже, что она теряет самое важное в своей жизни, говорит дерзкие слова матери, желает избавиться от попищения неотца, и, наконец, в итоге охлаждается к церкви. Юная дева, у тебя с 12-13 лет уже накрашены губы, накрашены глаза, сделан макияж, зачем? Ты торопишься стать взрослой, в жизни все должно быть свое время на своем месте, недозревший плод, если преждевременно срывается с дерева, то выбрасывается и пропадает, помни об этом, украшай свою душу добрыми христианскими качествами, возрастай в благоразумии и целомудрии, ибо ничто не украшает от юного возраста, как венец целомудрия, говорит свидетель Иоанн Златоуст. С каким легкомыслием девица, желая поскорее выйти замуж, рано теряет девственную чистоту, хранит девичность до венца, не спеши замуж, не бойся, что юноше не понравится, вот слишком целомудренный вид. Одно плоское увлечение, без общности веры, единение душ, очень непрочное основание для будущего создания семьи, на одной психологии, далеко не уедешь, жена должна быть другом, должна быть единомысленно с тобой, и должна вместе в церковь ходить, и фильмы смотреть, и книги читать, и в одном духе находиться. И по этой причине, по физическому увлечению, создаются семьи, сейчас еще многие семьи распадаются. Женщина должна помнить, что растленный внешний вид матери, растливающий действует на детей, когда вырастут дети такой матери, она не возрадуется о них, потому что увидит плоды своей беспечной жизни, и тогда пожнет горе и слезы. И ты, почтенная старица, зачем стесняешься своих седин, серебристым овалом, так украшающих твое лицо, постоянно подкрашивание волос, макияж, маникюр, ведь неразумно и погрешительно поступают те женщины, которые стесняют свое пожилого возраста, как каждое время года имеет свою особенную красоту, так и каждый возраст человека имеет свою неповторимую красоту, свое достоинство. Посмотрите внимательно, дорогие братья и сестры, мы живем в очень короткий период времени, как в Санкт-Петербурге Давид сказал, 70-80 лет от силы, а дальше, а дальше вечность, дорогие братья и сестры, во-первых, во-вторых, если жизнь здесь с Богом в мире, то и здесь жизнь будет раем. Помоги нам гости, дорогие братья и сестры, пишите, звоните, все из описания, телеграм, ватсап, постоянно работают, номер телефона, указан в описании, МТС, Россия, если кто-то захочет пожертвовать немножко, так как живу давно уже только за ваши пожертвования, можете перевести деньги на номер телефона МТС, какую-то копеечку, хотя бы рублей 30, или на карту Сбербанк, которая к этому номеру привязана, ангелохранительные, эмира, все дорогие братья и сестры, продолжение следует.